Итак, мы говорим сегодня о бхакти, о чистом преданном служении. И это познается в каком-то смысле в сравнении. Хотя это не познается при помощи каких-то аналогий, логики, каких-то изучений от шастры даже. Но в сравнении мы можем просто выделить бхакти в какую-то особую категорию. Это единственное, что нам удастся сделать при помощи гьяны, рассуждений. И гьяна предлагает нам классификацию очевидную. Но сначала нужно предупредить друг друга в том, чтобы обратиться к гьяне, необходимо сначала научиться контролировать свои желания. Философия гьяна недоступна для тех, кто не управляет чувствами. Идет на поводу материальное желание. Это невозможно. То есть карми, гьяни, йоги, бхакти, они совершенно по-разному ведут мир. Если вы скажете, карми, что человек иногда болеет, иногда здоров, он не сразу реагирует на этот вопрос. Он, конечно, подумает из опыта и наблюдает, да, болезни и здоровье могут чередоваться. И он, может быть, уловит какую-то истину в этих словах, но не сразу. Почему? Или вы скажете, что карточек состарится. И это тоже наглядный опыт каждого корми. Но он с неохотой соглашается с этим. Почему? Потому что ему препятствует это принять материальное желание. Они живут в иллюзии, они думают, что они создадут медицину, создадут науку и в конце концов избавят людей от всех болезней. И даже смерти. Это иллюзия. Это наглядный пример того, как люди находятся в глубоком заблуждении. Почему? В силу материального желания продолжать материальное существование. И если вы скажете этому же человеку, что иногда вы болеете, иногда здоровы, иногда вы умираете, иногда рождаетесь, вот тут он не поймет вообще ничего. Он не сможет взять в толк, о чем вы говорите. Он начнет что-то теоретизировать, потому что у него есть некоторый страх, вот этого знания, неясность, откуда эта неясность исходит, из какой-то привязанности. И он не дает в себя отчета, что он начинает говорить и что делать. Он может разгневаться, когда вы говорите правдивые вещи истинные, с точки зрения гьяна именно. Человек может стать агрессивным вдруг. Сказать, что вы тут распространяете? Людей беспокоите? Вы всегда говорите о смерти, понимаете? Вы давите на людей, вы пугаете их, а потом даете им бахти, так сказать. По страхам смерти люди неадекватно воспримут эти вещи. То есть кармии, гьяни, но в всяком случае гьяни можете видеть во времени, как бы с позиции вечности рассуждать. Он может преодолеть свои материальные желания, привязанности и признать фактор вечности и временности материального существования. Он смиренно принимает это. Смиренный мудрец будет одинаково взирать на все эти явления, на все эти разнообразные материальные различия. Даже на слона, корову, собаку, собакоеда, говорится, и ученого брамана. Одинаково будет смотреть, потому что нет у него желания ни быть браманом, ни быть собакой, ни быть коровой, ни быть даже мудрецом. И если человек освободился от их материальных желаний, он может видеть равенство. И вот отсюда начинается бхакти. Вот с этого момента начинается бхакти только. Ман бхакти младая парам. Бхага, вот Гита упоминает об этом. Вы знаете этот текст. То есть взгляд на мир, на человека, на природу, совершенно различные, разными глазами желаний. И только чистый, преданный, по определению лишен, свободен от всех материальных желаний. Видит вещи в истинном свете, говорится. Он просто видит Кришну. То есть достаточно освободиться от материальных желаний, и перед нами открывается доступ как бы трансцендентному видению, так скажем. Мы все хотим обрести трансцендентное видение, как бы разговаривать с Богом. Я думаю, что каждый хочет обрести этот дар, особый дар, слышать, понимать, осознавать, что говорит Верховная Личность Бога в моем сердце. Или что он говорит в Бхага в объятии. Или что он говорит через Духовного Учителя. Мы изо всех сил пытаемся понять Бога. И тут мы видим, что на этом пути, на этом пути есть вещи крайне неблагоприятные в постижении Бога. И есть вещи, которые очень-очень благоприятны. И вот шесть таких моментов выделяет Бхагчина Такур. Собственно говоря, это выделяет Саната Нагасвами. Он берет это из Пуран. И он говорит, какие шесть вещей благоприятствуют именно преданному служению. Шесть вещей. А Бхагчина Такур дополняет. То есть весь его трактат Шара Нагати основан на комментариях этих шести принципов всего. Шести ступеней Бхагдии. Преданности. Предание себя. Предание себя. То есть отказа от своего эго, от чувства собственности, от материальных желаний и предание себя на волю Господа. Шесть этапов он описывает. И он говорит, что когда человек освоил эти шесть ступеней, вот тогда он слышит. Господа Господь слышит его. Вот так называется уже йога, Бхагчина Йога. Такая связь. Можно слышать, можно чувствовать, можно осязать, можно обонять. Можно сознавать, другими словами. Эти шесть вещей. Здесь они даже перечисляются. Цитаты есть, вот точно цитаты из Хари Бхакти Виласы. Анукульясясанкалпа, знаете, да, помните? Пратикульяся ваджанам. Акшишья титти вишвасо каптритве варанам татхат. Атма никшепа карпане шатвитта шаранагати. Вот это речь, что-то о шаранагати, о предании себя. Шесть. Первое. Преданный должен принимать все, что помогает ему заниматься трансцендентным преданным служением Господу. Принимать все, что помогает. Что помогает? Заниматься преданным служением. Прежде всего что? Святое имя, да. Прежде всего. Мы принимаем процесс воспевания святых именов. Это главный момент в наше время. Основополагающий момент, фундаментальный. Мы видим, что много людей не против Бхагавадгиты, не против Шриман-Бхагават, не против Прасады, даже не против Айурведы, тем более. Не против астрологии, даже если не верят на нее. Интересно заглянуть туда, что там про меня можно узнать. Про мое будущее. Долго ли я проживу и так далее. Сколько раз женюсь. Не так давно умер человек, ему 200, там было 70 или 40 лет, не помню. Был еще старше его, умер тоже не так давно. Это около 500. Они знали друг друга. И там описывалась в биографии, он женился там 23 раза, по-моему. Надо в гороскоп заглянуть, мало ли что. Все, счастье еще впереди, не так ли? С ним живем 500 лет, сколько раз можно жениться? Это астрология, люди интересуются, верят, не верят. А вот Харе Кришна мантру далеко не все примут. Вот тут возникает сложность. Тут вступает в силу именно материальное желание. Прежде всего, материальный ум, насыщенный материальными отождествлениями, прежде всего скажет, ну почему индийская религия? Ну все хорошо, ну почему эти одежды, ну почему вот индийская религия? Я выгляжу как русский человек, понимаете? У меня костюм, галстук, шляпа, пиджак, ну что там еще, дипломат, все иностранное. А вы не по-русски выглядите. То есть они совершенно сбиты с толку, неадекватно рассуждают. Они просто, просто привязаны к каким-то вещам. Когда я жил в Индии, я ходил в Тхоте. И когда вы долго ходите в Тхоте, долго на самом деле долго, вы очень удивляетесь, когда кого-то видите в брюках. Странно, как-то все выглядит. Я помню, что впервые в храме я жил в Польше именно. В Польше на ферме был храмом, это был 90-й год. Мы впервые вот советские, постсоветские предные увидели вообще, что такое храм. И пожили целую неделю, представьте, в храме неделю, для нас там был опыт грандиозный. Неделю в храме, саданабахте, я там готовил на кухне, я помогал поварам, то есть я был очень занят служением, мангаларати, все остальное, все по стандарту. Очень маленькие, ближества, гаворонита, буквально с ладонь. Для нас это был какой-то, знаете, настоящий храм, в каком мы в жизни не видели, какое там интенсивное, сгущенное сознание Кришны. Уваренное, знаете, такое, сироп такой, уваренный, леденцы просто. Это вот, вставить с утра до вечера, даже ночью, Харе Кришна повторяет, когда мы спали, мы слышали, понимаешь, я спят, переворачиваются, Харе Кришна переворачивается, Харе Кришна, Харе Вол переворачивается. Ничего другого в голову не приходит, вообще, на них, Санкирта на Яге, служение божествам, все, полное погружение в сознание Кришны. И вот на неделю мы погрузились в сознание, всего неделю, в нерусскую религию. Потом нас пригласили во Вроцлав оттуда, мы, друг, до сих пор мы с ним общаемся, Кишура Кишори, приятный из Польши. Мы с ним сейчас встречаемся обычно в Майяпуре, на горе Пурнима, приезжает каждый год туда, и с тех времен мы с ним как бы сдружились, так сказать, он немножко знает русский язык. И он сразу познакомился с нами, такой большой, красивый, интересный, общительный, такой свободный. Меня зовут Кишура Кишори, тебя как зовут? Тебя как зовут? Я вас приглашаю в Вроцлав помогать, у нас там Food for Life. Мы не успели, как в тот же раз, уже на автобусы поехали. В общем, маг какой-то был. Ну, миссия нас легко была, конечно, сплотить, если миссия, что-то нужно помочь, мы были готовы. В России у нас был закон такой. Предыдущие другу всегда помогали безупречно. Никогда отказа не существовало такого пони, чтобы отказать в помощи преданного. Такого никогда не было. Поэтому мы тоже, по нашей традиции, он взял нас всех русских, троих, а потом сказал, что мы очень много помогли в этот день, потому что всего раз в неделю они открывали этот ресторан, и приходило где-то несколько сотен человек. Преданных не хватало, и вот даже три человека русскоязычных там появились, и мы оказали существенную помощь. в приготовлении, в мытье, в чистке и так далее. Нужно постоянно что-то делать, делать, делать в течение всего дня. И вот когда мы спустились с этой фермы, из храма, я помню это состояние, это был первый мой опыт такой, контраста, потрясающего контраста в сознании, когда я просто увидел человека на остановке, обычного, польского какого-то жителя молодого, он достал из кармана какую-то коробочку, я даже сразу не понял, что за коробочка, даже обратил, ну что за коробочка у него, он его как-то так особенно, знаете, открыл, каким-то особенно вкусом. И до меня еще не доходило, что это такое. Достал какую-то палочку оттуда, что-то знакомое мне, знаете, было такое, что-то привычное даже. Ставил в рот и зажег спичку. И тут я понял, что он делает. Он стал вдыхать и выдыхать, я думаю, с ума сошел. Это настолько было очевидно. За неделю просто служение Кришне, как вот Шарана Агати. То есть почему Шарана Агати так сейчас необходим? Потому что избавиться от материальных отрисований другим путем в век кали мы не сможем. Даже если у нас будет хороший менеджмент, хорошее управление, мы потерпим фиаско. Только святое имя. Удачливы те, кто именно в кали-югу принимают путь воспевания святых имен. Самый разумный, говорится, сумет хаса, они будут принимать движение санкирта на яге. Это будут самые удачливые люди. Потому что они очень быстро достигают совершенства. Очень быстро освобождаются от материальной зависимости. Есть наркотическая зависимость, алкогольная зависимость, есть противоположная полозависимость. В целом все это материальная зависимость. Каждый зависим. Если вы скажете, оставьте привязанности, человек будет гневаться. Давай петь Харе Кришна. И он видит, конечно, что вот этот человек уже поет Харе Кришну, и вот что с ним произошло. И он, конечно же, боится, он, конечно же, гневается. Нет, если я буду петь Харе Кришна, то у меня пройдет то же самое. Я перестану быть русским. И кто я? Я боюсь, я не знаю других отрисований. Кем я буду? Никем. Я потеряю себя таким образом. Сейчас я хотя бы русский, понимаете, хоть какой-то новый русский. Хоть пусть я иностранный немножко, немножко с иностранным акцентом, но все-таки еще русский. А тут я вообще не буду русским. Стану рубить даже индусов. И почему-то не хотят быть индусами. Категорически странная вещь. Французами быть хотят, американцами быть хотят, немцами быть хотят. Я все видел, там столько. Не хотят быть индусами. Это, конечно, загадка до сих пор. Психологию надо изучить. Почему все-таки с Индией нет такого контакта у них? Как бы они уважают, на расстоянии. Уважаемая, самая уважаемая страна, потому что это такой великий нейтралитет, там столько святых, там столько тайн в этой культуре древнейшей, что люди ее настолько уважают, что обходят стороной вообще. Подальше. Они даже не знают, не изучили основательно даже ее культуру. Вы не найдете в учебниках, чтобы как-то было основательно представлено учение, как бы индуизма, так сказать. Ну, ничего ясного, ничего конкретного. До сих пор люди в Ниве-1 не находятся. Поэтому ИСКОН для них сложная вещь. Индийская или западная, они хотят понять. Кто вы, русские или американцы? Их не устраивает, вы скажете, я душа, я не русский, не береганец, не мужчина, не женщина. О, Боже, как же писать анкету вообще, как же протокол составить? Как протокол составить? Ну, книги распространяют, надо протокол составить. Ты кто? Душа, душа. Бросьте фанатичные вещи, по паспорту отвечайте. Ну, преданные раньше так себе и вели. Это не шутка моя, это факт был такой. Так мы представлялись во всех заведениях. Я помню, как у нас был комендант храма в Петербурге, и он должен был позаботиться о прописке этих приятных, ну, чисто в формальной стороне, что Петербург, там должна быть лимитная прописка, если его нет, то, ну, как закон нарушается, в то время было так. Лимитная прописка, то есть в городе в Петербурге не каждый мог прописаться, что все хотели, многие хотели жить в Москве, в Петербурге, но там был лимит. Магазины были хорошо обеспечены, но были какие-то рьготы, преимущества, и поэтому люди стремились жить в столичных городах. И лимит установили. И у нас пхакты жили там, кто прописан в Пскове, кто там, какой-то еще тьму таракани, ну, а жили они в Петербурге. И наш комендант должен разобраться с их пропиской тоже. Вот собрал всех броменчариев, было и штагошки, я что-то говорил на духовные темы, на очень духовные темы, конечно, мы говорили. И тут вдруг вопрос, у кого временно, у кого постоянная прописка. У тебя какая прописка, спросил коменданту одного броменчаря. Говорит, я тут временно жил, значит, временно. Комендант, не, 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 по паспорту, давай говори по паспорту. Он поправил сразу же. Второй, у тебя какая прописка, временная или постоянная? Вот опять замешивался второй. Ну, если по паспорту, то так, а вообще-то временная. И все отвечали одинаково, все один за другим. Никто не обошел эту тему. Все были трансценденталистами. И никто не знал, что происходит в Америке, что происходит в Москве, или что происходит где-то еще в политике. Никто из броменчариев понятия не имел, что где происходит. Никаких новостей никто не читал, телефонов сотовых тогда не было, интернета не было. Только Харе Кришна, Шримад Бхагаватам, Санкирта Наягья и фурор. Всякий раз они выходили на Харинаму, на Невский проспект, фурор производили. В разных носках. Никогда они не гладили тхоти, стирали его, как написано в шастрах, потому что макюрю выжимали, считалось, с чистой одеждой. Так описывается, что она считается уже чистой, если просто хотя бы сполоснете, вот в воде намочите, уже можно одевать. Они так и делали, брамачари. То есть не отрезвляли себя с матерей совершенно. Особенно с женщинами. Вообще забыли понятие, что такое женщина, эти брамачари. Отдельный разговор. Это Шаранага Тин. Может быть, выглядит это немножко сейчас наивно. Но если к этому добавить твердую веру и знания, вы увидите, что это очень могущественное сознание. Пока человек не обладает твердой верой и знанием, он фанатично выглядит, практикуя сознание Кришны, он как бы находится в этом трансцендентном сознании Шаранага Тин. Получает разум, получает милость, но еще нет твердой веры и знания. Поэтому выглядит немножко фанатичным и странным. Только по этой причине. Но путь-то уже верный. Он освобождает из-за материальных желаний. Но уже на следующем этапе он приобретает необходимый разум и знания. И тогда вы перед собой увидите очень мудрого, уравновешенного человека. При том, при том, что у него нет материальных желаний. Не безответственного, не безалаберного, а мудрого, уравновешенного человека веди перед собой. Очень практичного. Который является другом каждого. То есть он становится духовным лидером. На первых этапах он просто вызывает интерес, потому что это экстравагантно выглядит. Он еще толком не имеет какие-то знания еще, контроля чувств основательного, но он уже, видите, наполнен милостью. Это необычно. Он решителен очень. Наполняется милостью человек, он энтузиастичным и решительным. И людей это тоже убеждает, что что-то в этом есть. Что-то есть, но кто-то не может объяснить вашу науку. И тогда такой преданый говорит, ну вот книги почитайте. Потому что я еще не могу объяснить всю науку. Я только начинаю исследовать. Ну вот можете почитать книги Бхакти-Виданта Санамидишла и Прабхупады. Вот он основательно описывает здесь вот это достигший совершенства, достигший высочайший высот Бхакти-йоги, полностью предавшийся душа, лишенный всяких материальных интересов и желаний. Он здесь описывает Бога. Вы увидите Бога на этих страницах, если будете читать эти книги. Обязательно, потому что Прабхупада достиг совершенства Шарана Агатии. Он может показать вам Кришну. И вы примите его. И да, вы даже забудете из Индии это или откуда-то еще. Даже вопроса не возникнет об этом. Причем здесь Индия скажет. О чем вы говорите? У вас какие-то материальные представления. Подождите. Что за вопрос? Я об этом даже не думаю. Индия меня Индия не интересует. Бог один. И люди не смогут вас понять. Даже Господь Штанин сказал об этом Раманандра и в Индии. Что даже в Индии тебя не смогут понять. Если ты на все можешь отвечать, рада Кришна, рада Кришна, рада Кришна. Но вы увидите рада Кришну повсюду благодаря этим шести ступеням совершенства. К совершенству преданного. Кришну услышит, говорится, преданного. И преданный, третье, должен быть твердо уверен в том, что Кришна защитит его. На самом деле, никто другой не сможет защитить его. Имеет твердую уверенность в этом значит верить. Третий момент. Четвертый. Преданный должен принять Кришну как своего высшего покровителя и господина. Кто еще его защитит? Если мы надеемся, что пенсия нас защитит, как-то государство тоже обеспечит чем-то, или близкие люди, родственники защитят меня. В этом тоже что-то есть. Они тоже как представители Кришны, поэтому могут до какой-то степени оказать нам помощь и защиту. Но все равно, говорится, это временные воины, кто защищают нас. Пока сами живы. Когда они погибают, они не могут защитить никого. В этом смысле мы говорим, когда человек наполнен материальными желаниями, он говорит, меня родственники защитят, меня дети защитят, меня государство защитит. Когда он освобождается от материальных желаний, он понимает, да никто же не защитит здесь. Что вы, что вы, что вы. Тут аспект времени работает. Все подчиняются аспекту времени. Только Кришна может защитить, как слога Дженнер рассуждал об этом. Используя весь свой багаж преданного служению прошлых жизней, он сделал этот вывод, что это не крокодилья пасть угрожает мне. Нет, это время. Он увидел это через пасть крокодила. Он не видит болезни, он не видит старость, он не видит смертной воли Бога в этом. Вот что он видит предавшийся душа. И зависит только от воли Бога, от воли Всевышнего. Такой человек, предавшийся Кришне, говорится, не подвержен рождению смерти. Кришна обеспечит личную ему защиту, а это не временный воин. Это наша вечная защита. Так поет Бхатюна Такур, ты мне отец и мать и опора и друг и все ты для меня. Для меня все. Все, что я имею это, твое проявление. И все, что у меня есть, твое. И дом, и семья, и мой ум, все твое, все тебе принадлежит. Шаранагати. Говорится, что человек, идущий по пути, шаранагати немедленно достигает успеха. То есть немедленно вот прямо сейчас в этой жизни. Иногда в этот же день человек, если он принял то он уже осознает Бога. И особенность такого человека в том, что уже ничто другое его не удовлетворит. И поскольку он еще не свободен от двойственности, он только коснулся трансцендентности, он еще будет с отвращением относиться к материальной энергии. Это обратная сторона привязанности, вы знаете, если я долго был привязан к материальному существованию, то первая реакция на это будет духовная отвержение, отвращение к материальной энергии. Вот этот период люди называют фанатизмом. Вот тут много глупостей может совершаться, имперсонального толка, но постепенно, постепенно приобретет знание, что это энергия Кришны. Я могу использовать энергию, познать Кришну, только так я могу, потому что познать Кришну непосредственно невозможно. Он не познает. посредством долга, посредством служения это возможно. Да, если вы используете это тело в служении Кришны, вы можете познать Кришну через свою природу, никак иначе. Увидеть Кришну вот так непосредственно практически невозможно. На это уйдет миллионы жизней прупада, Мы сначала видим во вкусе воды, способностях человеческих, в этих проявлениях божественных в этом материальной природе начинаем различать их и постепенно начинаем видеть Кришну и действовать в этой энергии правильным образом. Служение и исполнение. Вот так мы сможем видеть Кришну. Поэтому Кришна говорит Бхага Григорий Арджуни ты душа и сражайся вот так ты сможешь познать меня. Все великие цари прошлого такие как Джана как говорится и другие они достигли совершенства познали меня через исполнение долга. Человеческая форма жизни предоставляет им все эти возможности идти путем долга. Когда идет человек путем долга он тоже считается своден от материальных желаний. То есть он не то что хочет делает а то что необходимо делает. Поэтому обучаются со школьной скамьи делать то что необходимо это трудная задача. Но тот кто передается Кришне автоматически начинает следовать путем долга. Его собственные желания не вдохновляют не испытывает вдохновение когда у него есть какое-то материальное желание ему начальник говорит наоборот испытывает отвращение когда в уме появляется желание половых наслаждений и я чувствую отвращение что за скверно что это такое вообще я даже сплевываю иногда как скверно входит меня я не пускаю в сердце не пускаю в разум отталкивают то есть эти желания человека не вдохновляют а настораживают как инфекция это что-то нечистое не что-то желанное и наоборот когда речь идет о том чтобы что-то сделать для удовольствия кришны преданный волноваться начинает действительно я могу что-то сделать для кришны боже неужели пришло это время неужели кришна примет от меня что-то а в гитинге я приму видура он пришел к утхаве не случайно кришна уже ушел с планеты все яды ушли с планеты все это случилось уже все ушло выполнил свою миссию покинул это место пять тысяч лет назад событие было конечно потрясшее всех но утхаве запретил уходить вместе с ними пока ты останешься никто не знает науку преданного служения так как ты никто не был так близок со мной как ты никто не был таким доверенным слугой как ты поэтому ты должен остаться и поведать несколько тайн которые я не поведал никому ты останешься здесь чтобы передать нечто особое и утхава должен был остаться в этом мире даже когда Кришна покинул планету и ведура пришел ведура брат в годах переживший много всю эту политику хастинапура круг шетры и все остальное унижение оскорбление все он это видел великий преданный Кришны он пришел к утхаве и стал задавать ему вопросы о Кришне аутхва молод глядя на ведура он сказал я не могу давать тебе наставление ты великая душа и ты старше меня ты в годах хоть и я и великий ученый и близкий спутник Кришны я не могу нарушить этот этикет я должен выражать тебе почтение а не давать наставление иди к Маэтрею Маэтрея присутствовал когда Кришна давал мне наставление он все услышал иди он тебе все перескажет он старше тебя запудрил ведура пришел к Маэтрею и Маэтрея посмотрел на ведуру и невероятно вдохновился ведура не понял почему он стал рассказывать как Месси Судфа ему удалось прийти к Кришне и увидеть его он рассказал как он сидел под баняновым деревом как выглядел он видел у него не две руки больше другие атрибуты и он рассказывал как он общался с Судфой нужно было видеть при этом он ни разу не взглянул на меня ни разу но мне было позволено наблюдать их отношения я мог видеть это все он рассказал некоторые вещи в числе которых он упомянул еще одну важную вещь для ведуры собственно главную вещь для ведуры он сказал перед уходом Господь спросил о тебе вспомнил тебя ведура он твое имя назвал и спросил о тебе и веду я стал дрожать и рыдать когда услышал Кришна вспомнил меня и больше ничего не надо шаран агати ладно что нужно еще это все что нужно и байстан сарасвати так и говорит вы стремитесь видеть Бога а не теряйте напрасно время займите себя служением преданием чтобы он вас сам заметил вот это шаран агати вы не сможете сейчас век калии никакой другой восходящий метод ни йога ни дхарма никакие другие пути не приведут вас к совершенству саратхан паритяджа не работает руфада говорит не работает потому что люди гок хора как только вы говорите предайтесь Кришне сразу скажут с чего это ради каждый скажет а почему должен предаваться кому-то вообще гок хора дорогая собака предайся Кришне нас здесь неплохо кормят он вообще не понимает до чего вы говорите то есть это господь читается это это поверхностно для кого для гок хора это работает работает для преданных но если человек непреданный это не работает поэтому господь читание принес сразу стань преданным как это предаться что значит предаться он даёт этот вкус предание выше вкус что все плоды всех других путей есть в предании господу где-то говорит что ты получаешь все плоды кармической деятельности плоды гьяны плоды мистической практики плоды благочестивых поступков изучение ветвь многих жизней ты просто получаешь это благодаря преданному служению не думать что ты не получишь ничего взамен но ты получишь этого не желая потому что бакте настолько сильно что тем не будут волновать эти плоды эти достижения никогда не будешь себя с ними отождествлять ты всегда будешь себя считать никчемным и нищим находясь на вершине совершенства общаясь лично с богом если вы просите всех великих слуг господа читаний всех великих слуг господа кришны они все говорят один тоже дождалась в этой чаре царицы двораки все вишну татвы они говорят кто мы моего просто слуги 2 это человек царица дворки мы просто его служанки подметальщицы во дворцах все что мы знаем о себе они царицы дворки а что они себе думают она просто служанки подметальщицы просто служим ему он просто милостиво нас принял воспринимает наше служение по своей милости мы это не заслужили никак 16 тысяч жен находились в заточении у демона они потеряли свою чистоту они потеряли свою честь и репутацию потеряли и никто бы никогда не женился на этих женщинах но все это время они искренне звали кришну шаранагати не применяли ни йогу ни карму никакие другие процессы веды там они не могли изучать они просто искренне предавались кришне и кришна он явился туда к ним освободила тхомасуру и сказал я знаю вашей искренности всем 16 тысяч он сказал я знаю ваши желания я исполню все ваши желания каждый в полной мере вам не нужно практиковать зарабатывать новые благочестия заново изучать веды реабилитироваться я просто женюсь на вас всех и будьте прославлены на святой мир это четвертый момент при этом должен принять кришну как своего высшего покровителя господина пятое предание себя означает пометование о том что в своей деятельности и желаниях всех отказывается от независимости при одной из стаяц его в полной зависимости от кришны он действует и думает как кришна того желает характерная черта обусловленной души что она независимой хочет быть это значит обусловленной души атака она мне к себя независимой думает так она придумывает какие-то названия отождествление с ними себя отождествляет и вот так вот в грезах думать что она свободно независимо это обусловленная душа находящаяся в мае в иллюзии преданный идет путем шрана гати он отказывается от своей независимости нет у меня никакой независимости я завишу от тебя кришна происходит метаморфоза останется абсолютно свободным своих желаниях действиях как пасхал если вы предаетесь кришне любите кришну делать что хотите происходит метаморфоза странное превращение если же он мнит себя независим происходит другая метаморфоза он все более и более погружаются страдания различные формы зависимости как вы можете сказать что я независима законного государства вас накажут законного государства наоборот теряете свободу чем больше вы так думаете тем более так действуете будете страдать больше и от преследований закона и наказание но как только вы признаете закон вы считаете сводом гражданина вы делаете что хотите что вы не нарушаете закона вы принимаете закон и шестое преданный кроток и смиренен это шестой пункт бактинута курс на это на первое место вообще с этого начинается со смирения кротости смирение кротость означает и человек понимает что в материальной жизни ожидает крах если у кого-то есть надежды на благополучное материальное существование это иллюзия нет она бывает как внешним образом благополучно например человек обеспечен деньгами на всю жизнь это бывает такое хороший дом не об этом речь идет речь идет не о доме и о деньгах и не о каком-то материальном положении человека арещу это его сознание насколько вы зависимы от этих вещей или независимы от кришны пропала себя что мы зависим от кришна независимо денег если нам кто-то не дает деньги но независим от него. А если кто-то дает деньги и пожертвует, мы тоже не зависимы от него. Мы от Кришны зависим. Вы не можете чистого предана купить или продать. Вы не можете манипулировать им. Он зависит от Кришны. Он свободен от этих вещей, от эксплуатации. Прежде всего, он сам освобождается от эксплуатации, освобождает других от эксплуатации. Это есть духовный лидер. И когда другие люди видят такую свободу, такое предание, как это привел Господь в читании, они хотят предаться Кришне тоже. Там вкусно, а вот целую эту комнату ЛСД Прабхупада говорил. Так он объяснял тем хиппи, которые принимали ЛСД. Там столько вкуса, что нельзя соизмерить с вашим опытом. И вы же принимаете ЛСД, а потом вы снова возвращаетесь в нижний сайт, в свои трущобы. Вы же там приходите в сознание снова. Вы не возвышаетесь на самом деле, потому что вы спускаетесь все ниже и ниже после каждого взлета. ЛСД дает вам некоторый взлет ментальный, яркий ментальный взлет, но потом вы спускаетесь ниже, чем были раньше, а потом еще ниже, чем раньше. А потом они даже перестали понимать значение слов. Уже такие люди были, когда Прабхупада приехал в Нижний Нью-Йорк и давал лекции по Багаваду. А они сидели и пытались, пытались, но они не слышали, они не могли значение слов у них, все перемешивалось, все переплеталось с какими-то галлюцинациями. Они элементарные слова стали забывать, что это означает вообще. Они могли улыбаться, без причины глядя на Смамиджи. Или закричать в какой-то момент, я Бог! Истерично. Прабхупада продолжал проповедовать, воспевать Киртона. Киртона не чувствовали. Киртон просад ноги, спас. Глобджамуна особенно. Прабхупада делал Глобджамуна, он видел, как это привлекает, он делал целые такие чаны Глобджамуна. Закон установили такой, что любой может без спроса, без разрешения в любое время суток брать оттуда Глобджамуна. Вот эти Глобджамуна спасли многих, кто хотел уже уходить из сыновья Кришны. Один преданный собрался уходить, посмотрел на Глобджамуна, сказал, ну последний раз попробую и все. Перед уходом. И так и сел, и задумался, и забыл, что собирался уходить. Такая мистическая практика. Вы встречали такие методы ранее? Возвышные. Что просто при помощи поедания Глобджамуна достичь совершенства можно. Ну вот можно, оказывается. Если это ашран Агати. Потому что тут милость может проявиться через что угодно, через Глобджамуна полностью проявится милость. Кришна всемогущий. В данном случае просад сейчас держит у нас львиную долю нашего движения. Я интересовался в Омске, что в храм приходят на просад больше всего, больше чем на лекции, даже на киртен. Приходят преданные, но больше всего самое массовое посещение именно во время просада. Это наблюдаю во всех ятах, только в Омске. На лекции, конечно, приходят преданные, конечно, молодцы. На киртен тоже как-то подтянуться, да, поучаствуют некоторые. Но на просаде вы даже найдете того, кого раньше не видели в жизни вообще-то. Это стопроцентное предание, атма неведанным. И когда такой преданный лишается материальных желаний, он становится естественным лидером. Когда под слово «естественным» мы понимаем, что люди принимают его спонтанно. Есть два лидера, есть назначенный человек и есть вот духовный лидер. И мы говорим о духовном лидерстве на этом, как бы, в этой школе. Конечно, мы сочетаем и путь долга менеджмент, но и духовное лидерство. Должно быть отрегулировано правильно, что менеджмент должен служить духовному лидерству, не наоборот. Часто мы видим, что ситуация переворачивается, что именно менеджменту начинают служить духовные люди. Это не очень правильно. И здесь дело не в том, чтобы духовные люди стали подчинять менеджеров, становиться менеджерами. Не в этом дело. А в том, чтобы научиться нам, менеджерам в сознании Кришны, быть чувствительными к преданным. Защищает. Но кого защищает? Прежде всего, святых в обществе защищает. Потому что от этого прежде всего зависит благополучие общества. И вот эта чувствительность менеджера делает его к шатриям. Его развитое тонкое сознание. Потому что различать садху, понимать садху, чувствовать их. И в связи с этим он издает законы и правила определенные. Чтобы садху были удовлетворены прежде всего в обществе. Бескорыстные, чистые, преданные должны быть удовлетворены. И тогда это благословение, оно распространится на всех других. Это касается не только нашего общества искон, это касается любого общества. Российского, американского, австралийского, европейского. Задача, прежде всего, руководителей любого общества – защитить садху. Конечно, они могут спросить, но у нас вообще нет садху. Вы ошибаетесь. Дело в том, что вы сейчас не изучаете этот предмет. Не ошибаетесь так жестоко. Садху есть. И если вы совершите оскорбление даже невольно садху, страна будет сострадать. Исторические примеры посмотрите. Если у вас не останется, вы не будете поддерживать ни одного святого, и они не смогут влиять своей благостью, люди деградируют у вас на глазах. Ваши дети, ваши потомки, на ваших же глазах деградируют. В животных превратятся. Это огромный риск. Поэтому прежде всего изучите, исследуйте эту тему. Не только в Садане Кришне, изучите все священописания. Да, если вы управляете обществом, изучайте священописание, находите признаки, кто такие садху. Выясните это все и почувствуйте это. Это не атеисты должны делать и не пристрастные религиозные люди, а ученые без пристрастного толка, которые хотят просто познать истину, природу людей. Это не религиозный вопрос и не политический вопрос. Это исключительно научный вопрос. Потому что у Садху есть духовная природа проявленная, которая не проявлена у материалистичных людей. Ее нужно тоже изучить, потому что такие факты есть и они живут. И им нужно дать защиту, им нужно давать слово, чтобы люди могли слышать и видеть их. Они доступны для общения. Вот в чем заключается управление. А не то, что манерка приходит вперед и мы забываем. Мы уже не учительных садху. Я уже сам садху. Царь Вена так и думал. Вы поклоняетесь Богу, глупцы. Я здесь представитель Бога, читайте шастры. Царь вмещает себя в его теле. Все полубоги, Верховный Господь там пребывает. Я вас скормлю, а вы поклоняетесь кому-то другому. Наивные, неразумные дети, глупые. Вы достойны все наказания, сказал Браманам это. Браманы прокляли его в той истории. Иногда про Россию говорят, не только про Россию я слышал, говорят, что отвернулся Бог от нее. В этом что-то есть. И не только от всей России, но что-то есть. Какие-то осторожнения были совершены, я думаю, во времена насилия, этих вот гражданских войн, всевозможных репрессий. Что на этой волне могли навредить многим чистым людям. И последствия, конечно, будут очень тяжелые, вы видите. Мы прожили с вами почти целый век в безбожии, во тьме. А сейчас кто-то скажет, что недовольны, что вы не православны. Вот как это ко мне, скажем, применить, к моей биографии. Если мне говорили, что Бога нет, я вообще не знал, кто такие православные или католики. Я Евангелие даже не видел книгу. Об Иисусе мне никто не рассказывал. Ни в школе, ни в других учебных заведениях. Старшие обходили эти вопросы. И мне говорили всегда, Бога нет. Наука есть. Мы никого не слышали, не видели. А потом пришел Пропа Адайдал Бхагавадгиту. И я узнал, есть все это. И узнал и про Иисуса Позже. И про Рока Мухаммеда узнал. Много что узнал. И в Индии ездил столько часто, так часто в Индию посещаю. Тоже много там узнаю, с каждым разом больше и больше. И теперь что-то мне скажет, а почему ты не православный? Вот поймите с точки зрения моей биографии, допустим. В чем я виноват? Хорошо, что Пропада пришло вовремя. Это относится также к коммунистам. Те, кто был коммунистами, им тоже сейчас сказали, почему не православными. Да мы были атеистами, простите. От нас требовалось это. Мы должны были быть не просто атеистами, воинствующими атеистами. Поймите, мы диктатуру устраивали. Это был долг перед партией, перед народом. Все знали, что религия топиум для народа. А сейчас что вы хотите от меня? Сейчас что-то изменилось? Почему такие стали религиозные? Вопрос в этом. Вы стали садху, или вы с точки зрения кармы на это смотрите, или гьяны. С какой точки зрения вы предлагаете нам религию? Выгода за этим стоит какая-то? Или мировое господство? Что вы преследуете? Или вы искренне хотите помочь нам? У вас нет таких знаний. Вы не читали священное писание, даже толку не понимаете. Во взаимоотношениях с вами, в Мукунде больше нравилось занимать позицию его товарища. Это отрывок Аспрупату Ламрита. Чем быть смиренным слугой. И Свамиджи отвечал ему взаимностью. Товарищем для него был. Это был ученик его Мукунда. Вот слушайте, что такое духовный лидер. Однако иногда Свамиджи все-таки выступал в роли учителя. Однажды, когда Свамиджи вошел к Мукунде в квартиру, он заметил на стене плакат, на котором был изображен матадор с плащом и шпагой, преследующий быка. «Отвратительный плакат!» – восклинул Свамиджи. И на его лице отразилось гнев и неприязнь. Мукунда посмотрел на плакат, первый раз осознав его значение. «Да!» – отвратительный. И сорвал его со стены. То есть, видите? Правда, передал ему. Мгновенно передал знания. Просто эмоционально. И он больше никогда плакат этот не вывешивал. Он заполнен на всю жизнь. Это духовный лидер перед ним. Вот он. Он говорит, я тебе приказываю снять плакат. Ничего такого не сказал. Он просто выразил свое понимание, свои чувства, духовные чувства. Достаточно этого? «Бахчуданта с вами очень хотел научить кого-нибудь правильно играть на бриданге». Во время киртана. Это важный вопрос. От бриданге многое зависит. То есть, это ведущий инструмент киртана. Поскольку Мукунда был музыкантом, Свамиджи возлагал свои надежды на него. Мукунда. В тот день, когда пришел барабан, я спросил у Свамиджи, могу ли я научиться. Он ответил утвердительно. Я спросил, когда? Когда? И он сказал, когда ты хочешь? Можно сейчас? Спросил я. Да. Несколько удивленный его мгновенным согласием, я принес барабан к нему в комнату, и он начал показывать мне основной ритм. Сначала он показал ги-та-та, ги-та-та, ги-та-та. Ты можешь показать? Знаешь? Ты не обученный. Когда я начал отбивать этот ритм, то все время торопился. И всякий раз он просил меня сбавить темп. Вот важно научиться держать ритм. Это самое трудное. Он потратил уйму времени, чтобы просто показать мне, как нужно ударять по мембранам барабана. Наконец, я стал потихоньку углавливать. Но он продолжал напоминать мне, чтобы я не ускорял темп, и просил при каждом ударе произносить слоги ги-та-та. Он говорил, что эти слоги и барабан должны звучать одновременно, одинаково. Я должен был извлекать именно такие звуки и всегда произносить слоги вслух. Кто-то научился играть на бреданге из-за чинка проупады в Майпуре. Гурмах хорошо рассказывал. Господь Гуранга идет на гангу. На барабане все слышали, как это он делал. То есть барабан говорил в бреданге. Но в английском варианте там. Именно такие звуки и всегда произносить слоги вслух. Я был настроен решительно и очень долго играл, очень медленно. Я старался сосредоточиться, насколько мог. Затем я вдруг понял, что Свамиджи неподвижно стоит рядом со мной. Я не знал, сколько он еще собирается стоять, ничего не говоря. И мне стало немного неловко. Но я продолжал играть. Когда же я набрался смелости, чтобы поднять голову и взглянуть ему в лицо, то, к моему удивлению, обнаружил, что он, закрыв глаза, одобрительно покачивает головой. Казалось, он наслаждался уроком. Для меня это было полной неожиданностью. Раньше я учился в музыке и много лет брал уроки фортепианной игры. Но я не помню ни одного случая, когда учитель действительно наслаждался моей игрой. Я был поражен, что рядом со мной был такой совершенный учитель, и что он наслаждается процессом обучения. Не потому, что это его школа или его собственный стиль, а потому, что он наблюдает, как энергия Кришны передается от него к обусловленной душе, какой был я. Это естественное отношение встраивается. Тут описывается совершенно естественно, как они понимали правопаду и принимали его руководство. Ему это доставляло настоящее наслаждение. Ко мне пришло более глубокое понимание того, что Свамиджи был настоящим учителем. Хотя у меня не было ровным счетом никакого представления о том, кто такой духовный учитель. Ну, конечно же, кто-то может сразу сказать. Но это же правопада. Действительно, предавшаяся душа, чистый предмет. И что вы нам рекомендуете так же действовать, имитировать его? Мы же не можем повторить то же самое. Кое-что мы можем. Можем искренне заинтересоваться этим методом. И общаться на этой платформе этого интереса. Это мы можем делать. Если вы, общаясь с каким-то преданным, видите его искреннее желание предаться Кришне, вы автоматически уважаете этого человека. Вы автоматически уважаете этого человека. Но если вы только и слышите критику от кого-то, и он вечно чем-то недоволен, указывает недостатки других, вечно говорит только о своих обидах, о своих проблемах. Это не Шаранагати. Это проблема. Его обуревают материальные желания. Тогда я спросил тебя, что делать? Может быть у нас таких преданных большинство сейчас где-то. С материальными желаниями. Да, но если они искренние. Потому что это правило предписанием. Такие преданных, которых обуревают материальные желания. У них ментальные трудности. И в жизни много проблем. И должны много трудиться для Кришны. Постепенно ум успокоится. Трудиться для Кришны. Да. Работа для Кришны нужна. Делать хорошие, полезные вещи. И делать год за годом, пока ум не умиротворится. На самом деле, как трудотерапия называется. Пока мы не придем в себя, в какой-то позитивный тонус. Пока мы не улыбнемся жизни, не улыбнемся солнцу, Кришне преданным. Просто потому, что они преданные. Просто потому, что этот факт существует. Проходит два-три десятка лет, прежде чем некоторые преданные понимают, как важно всем преданным, всем собираться и воспевать. Кто бы они ни были, всем. Как это оказывается важно, это самое важное, всем вместе собираться и всем воспевать. Кем бы кто ни был. И воспевать в экстазии и звать Кришну. И автоматически Кришна будет поддерживать наши отношения, наше уважение, нашу любовь, наше доверие. Шаранагати. Кришна вознаграждает. Большой семьей. Такую защиту нам дает. Если мы просто посвящаем воспеванию святого имени, а распространим славу святого имени, достаточно этого. Но вопрос именно посвящения. Итак, Шла Пропада, один из таких великих посвященных, приезжает на запад, где никто не посвящен. И люди начинают понять все больше и больше. Нужен духовный учитель, нужен духовный учитель, нужно посвящение. Мы погибнем, если не будет посвящения. Нужны духовные знания, нужна духовная любовь, нужны отношения, а не обозначения. Мы уже устали от обозначения. То такие, то другие, то красные, то белые, то русские, то новые русские, то еще что-нибудь. Чем больше вы живете, тем больше вы понимаете, что все это суета-сует. Где же истина? Здесь описывается. Истина, она уже есть. Если мы идем путем предания, истина сама проявляется. Шаранага означает, что мы не ищем истины, а сама проявляется. Мы уверяем в свою жизнь истине, и она проявляется. Проявляется в полной степени. В большей степени, чем можно даже себе представить. Что такое материальное желание? Чего они стоят? В сравнении с тем, что человек получает на духовном уровне. Да вы смеяться будете. Другой Маварач смеялся. Над тем, что он просил. А просил он царства большего, чем Брама Лока. По-детски даже не понимаю, чего он просит. Что нет большего высшего царства в материальном мире, чем Брама Лока. Не существует таких богатств больше нигде. Не таких знаний. Брама Лока – высшая планета в этой вселенной. Обители Брама. А он говорил, как ребенок, из амбиции и обиды, что хочу, вот, дорогой Господь, большего царства, чем Брама Лока. Господь явился и спросил друга, говори, что хочешь. Тут друг осекся и сказал, то, что я просил, ничего не стоит. Сейчас я вижу тебя, и этого достаточно. Ничего не надо? Он испугался, если я сейчас что-то получу материальное, это же будет препятствием в отношениях. Господь покинет меня, отдаст и уйдет. Ничего не надо, он сказал. Он очень испугался, что сейчас Господь покинет его. Зачем же мне это царство без Господа? Господь был очень доволен другу. Я сказал, ну раз просил – получишь. Но ты будешь служить всю жизнь. И друг был очень счастлив, слушай это. Это был не приказ, это были отношения. Это были те самые желанные отношения сердца, который друг имел и даже не знал об этом. Счастью не было пределом другу, Махараджи. И получил то и другое. И то и другое. Если Господь что-то отнимает, это означает, что это что-то лишнее, что-то мешающее, что-то вредоносное. Вот эти все привязанности он отберет. Лишние, вредоносные, эгоистичные. Хари, он говорит – вор, он украдет все эти грехи наши, все эти греховные желания порочные. Он такой милости его награждает в соответствии со своим положением. Если даже небольшое продвижение, говорится, обеспечивает бесстрашие человеку, от всех страхов избавляет, то что же говорить о том результате, который получает чистый, приятный? Он общается с Господом лицом к лицу. Разве что это нужно еще. Даже когда умирает, он разговаривает с ним. Разве что это нужно еще. С кем вы можете поговорить, когда умираете, скажите? Даже время разговаривать не будет. А Господь будет рядом. Медсестры будут плакать, родственники будут плакать. Доктор скажет – ну, пришел конец, мы сделали все, что могли. А Кришна скажет – Харе Кришна, иди сюда! Вы даже не заметите. Ну, в высшем смысле это так. Ведь смерти нет для души. И есть ли Кришна рядом? Если вы преданы Кришне, смерти для души не существует. Вы не переживете этого. Вы снимете одежду и уйдете. И будете счастливы. И даже в течение жизни будете счастливы, если мы идем путем Шаранагати. Преданный счастлив от начала до конца. Он настолько счастлив, что может терпеть двойственность святого мира. Счастье, несчастье, жару, холод, друзья, враги. Столько испытаний. Едва он вспомнит Кришну, и Он счастлив. На хитр на все собрались, попели, и все хорошо. Можно жить дальше, не так ли? Еще как можно жить? Сколько еще съесть нам предстоит? Ой, просада! Поэтому иногда думайте о личной жизни. Иногда. Чуть-чуть. Какие-то минуты, знаете, такие. Так вот. Когда никого нет, можете поплакать. Как же я живу все-таки? Ни кола, ни двора. Ни мужа, ни детей, ни жены, ни родственников. Ни денег. Ну, с утра уже до Мангалара идти и снова танцевать. Чуть-чуть можете поплакать чуть-чуть. Можете даже молитву написать Кришне. Кришне, когда это кончится? Какая-то страна жизни меня просто... Ну, так надоело! Так-то все хорошо, конечно. Я пою и танцую, ем прасаты, у меня преданные, у меня то, у меня все. Да вообще все хорошо, Денисадь. Чего я жалуюсь? Если вы взвесите все эти вещи, вы скажете, на что жаловаться? Стыдно уже вообще жаловаться. Уж столько всего. Другой вопрос. Насколько мы это ценим? Насколько мы это принимаем? Насколько мы осознаем милость Кришны? Вот с этим мы должны работать. Должны научиться сознанию Кришны. Счастье – это наша природа. Шаранагати – это высшее блаженство, это высшее счастье. Здесь описывают шесть этих ступеней, которые можно изучать. Это песня Бхатюна Такура. Они описывают эти шесть ступеней. Шаранагати – это его молитвы. Чистые, с чистого сердца исхода, чистого преданного. Бхатюна Такура. Можно изучать их смысл, спевать можно. Можно медитировать на это. И то есть преданным будет счастлив именно в служении Кришне. Какие будут вопросы сегодня? Пожалуйста. Большое спасибо за лекцию. Хотела уточнить. Вы говорили, что на начальной стадии преданному не хватает веры и знания. Уточните, пожалуйста, какой именно веры? У него же есть вера в Кришну, поэтому он процессу следует. Твердая вера. Уровни преданных отличаются степенью веры правопада определяют критерии. Есть вера начальная, а есть вера уже твердая, устойчивая. Иногда преданный энтузистичный, иногда нет. Значит, вера его еще не стабильная, не утвердилась. В этом смысле. Очень важно научиться стабильному служению. Бывает, что ситуация в обществе вокруг каждого из нас становится экстремальной, угрожающей. Вы так чувствуете? Я не говорю только о политической ситуации, любой ситуации. может быть, вы в аварию попадаете где-то, случается. Может быть, болезнь какая-то приближается к вам опасная, или кажется так. Может, вам грозит разрушение семьи, вы чувствуете, это все тяжелые события. Вот в эти моменты вы должны продолжать служить Кришне еще более интенсивно научиться этому. это твердая вера. Да, пожалуйста. Было сказано, что духовный лидер, он свободен от материальных желаний. И так же сказано, что идущий путем исполнения долга, он уже считается свободным от материальных желаний. У меня такой вопрос в связи с этим. Когда ты внешне исполняешь свой долг в обществе преданных, или на работе, или в семье добросовестно, все равно иногда ловишь себя на мысли, что какое-то, может быть, тонкое наслаждение что-либо там ловишь или как, вот как сказать. И иногда не понимаешь, какой у тебя мотив внутренний. То ли ты делаешь из наслаждения из тонкого, то ли ты все-таки из мотива бескорыстного служения. Наслаждение сопутствует исполнению долга. Человек может наслаждаться своей природой. Естественно. Например, вы не можете избежать наслаждения во время приема просада. Постарайтесь, не получится ничего. Все равно вкус почувствуете, как-то это повлияет на вас. Можете закрыть нот, обмотать изолентой язык, не знаю, что-нибудь. Но все равно вы что-то почувствуете, насыщение в всяком случае почувствуете. Неизбежно. Если вы пойдете перед Божеством во время арати, то почувствуете запах благовоний, почувствуете вознождение тоже. Радость, успевание, все это есть. Что важно в этом моменте? Лидер. Лидер, он может иметь материальное желание. И каждый из нас имеет какие-то материальные желания. И материальную природу. Но в отношениях с преданными вы не должны преследовать материальные желания, цели. Вот это имеется в виду. Этому нужно научиться. Мы должны иметь хороший опыт преданных, что Кришна это все сразу заметит. В тот же миг, как только мы начинаем подменять эту истину в своем сердце, Кришна сразу же заметит это. Сверхдуша сразу заметит это. Если вы думаете, что человек просто не догадывается об этом, он еще неопытный, не понимает, он видит меня как преданного, и можете вот этот момент опасный, можете злоупотребить своим положением, вы должны знать, что Кришна в вашем сердце сразу заметит это. И тот же самый параматма и в его сердце, в конце концов, тоже заметит это. Она ему откроет это в свое время. Если вы не учтете этот момент. То есть невозможно это вскрыть. В преданном служении это проявится. Все эти нечистые мотивы, если мы хотим кого-то обвести вокруг пальца, или эксплуатировать, или ради своей славы и выгоды, ради того, чтобы иметь власть, если мы примем, что такие мотивы, мы должны знать, что Кришна сразу увидит это, в то же мгновение. Но если это есть у нас, но мы стыдимся перед преданными, думать так, делать так, мы контролируем себя, мы хотим предаться Кришне, это тоже Кришна сразу заметит. И преданный тоже сразу заметит. И они смогут понять, что это настоящий лидер, да, у него есть несовершенство, но это не важно, он преданный. Они будут держаться за вас, они будут поддерживать вас, они будут сотрудничать с вами, потому что вы преданы только по этой причине. Поймите, не то, что нужно дождаться какого-то чистого преданного, но нужно встать на верный путь, занять верную позицию необходимо. И Кришна поддерживает, поймите, не просто какое-то собрание людей поддерживает нас, или группа людей какая-то, преданным нам поддерживает нас, а другого уже другая группа поддерживает. Кришна всех поддерживает. У кого микрофон был? Ну тогда говорите, у кого микрофон. Харе Кришна, Гуру Махараджа, они работают? Харе Кришна. Вы вчера рассказали на лекции удивительную историю про юношу, про слугу, который вам в Индии служил. Поясните, пожалуйста, в чем заключается практическое служение лидера, то есть в чем практический лидер-слуга? Прежде всего, лидер должен быть внимательным к людям, развивать внимательность, сверхвнимательным. Это, собственно, и дело этого лидера. Если лидер не понимает своих подчиненных или подопечных, он не сможет быть в полном смысле лидером. Это формальный лидер. Может формально все правильно говорить, давать какую-то информацию, заниматься служением, административно нести ответственность, может выполнять функции. Но именно стать духовным лидером для того, чтобы нужно быть очень внимательным. Вот мы вчера пример привели, что тот мальчик, это было удивительно, откуда такой разум вообще в таком возрасте. Я не встречал, вот в моем опыте здесь, я не встречал людей в таком возрасте таких внимательных, таких разумных. Если даже я что-то забуду, он уже знает об этом, что я вот что-то забыл. Он настолько был настроен. Я не знаю, как ему удавалось это. Это просто другая культура. Я понимаю, что может быть мы не можем конкурировать с Индией в этом вопросе. Что они более внимательные люди по своей природе. Многие. Как писал какой-то человек, помню он в те еще годы, когда я был не в сознании Кришны, я тоже что-то читал об Индии. И кто-то писал об Индии, я с интересом читал. Говорит, настолько чувствительные люди в Индии, настолько внимательные, что если вы даже в спину кому-то глядите, он оборачивается и смотрит на вас. Я на себе это испытал во арендовании. В нескольких историях, когда я был в трудное положение, мне индусы помогали, сразу понимали, что мне нужно. В поездах, в других местах то же самое. Мы сели однажды не в свой вагон, просто не могли понять, где же наш вагон вообще. Вот вроде номер, там какая-то читерца была, чисто индийская. Загрузились, уже едем, это не наши места. И человек сидит на своем месте, смотрит на нас, а мы собираемся занять его место. И мы на него смотрим, как волки, конечно же, мы по-русски смотрим на него, а он по-индийски смотрит на нас, что у нас какая-то проблема, нужно помочь. Как только я это почувствовал, я сразу успокоился. Я думаю, что тут я про вообще качаю. Нужно по-человечески общаться. Да, мы устали, мы то, мы все, мы тут запутались, но он то тут при чем. Он подвинул, сказал, пока посидите, сейчас я попробую помочь. Мы сели на его место, взял телефон, куда-то стал звонить, нашел наш вагон каким-то образом, я не знаю как это. И показал, куда нужно идти, все, и помог. Это Индия. Не вся Индия, я не идилизирую Индию. Я просто говорю, тема такова, что мы говорим, лидер, прийдите все это внимание. Пока вы не понимаете человека, вы в полном смысле не можете быть для него лидером. Не торопитесь с этим. Я лидер. Подождите, подождите. Вы должны изучить. Должны почувствовать. Должны понять. Потом вы можете вступать в эту роль больше. Потом еще больше. А потом даже в роль вступать не нужно, потому что люди сами спрашивают вас, с вами хотят получать руководство. Не так, что назначили меня лидером, и теперь я лидер. Понимаете? Все. Хотите или не хотите. Выясняется, что мало кто хочет. Но приходится принять на что делать. Нет, давайте будем быть более внимательными. Если младше злоупотребляет вниманием лидера, Кришна тоже об этом узнает. Сразу же. Там тоже есть свои нюансы в этом плане. Тоже нужна квалификация. Поэтому, конечно же, для всех нас важно. Мы говорим сейчас на школе лидеров. Если мы вообще себя отрежисляем с этим понятием лидера, или хотим научиться духовному лидерству, это нужно научиться. Мы должны начать с того, что мы должны быть внимательными. Так. Да? Где микрофон? Вы говорите, сколько осталось время? Пять? Пять? Уже все закончилось? Так, последний вопрос. Гуру Махараш, проясните, пожалуйста, один момент. Вы сказали, что предавшаяся душа, она может обретать свободу и может делать все, что хочет. А с другой стороны, сознание ученика, оно должно быть единым с сознанием духовного учителя. Значит ли это, что предавшаяся душа автоматически обретает сознание своего гуру? Она обретает сознание Кришны. Гуру туда направляет ученика. Ему не нужна марионетка. Ему нужно, чтобы ученик стал преданным Кришне. Что он предался святому именю. Он выполняет роль председателя Бога в форме служения. В форме служения, как слуга. И ученик наследует это служение от гуру. Сколько гуру служит, ученик тоже служит. Кому? Кришне. Через всю гуру Парампару мы должны помнить, что мы служим Кришне. И имена Кришны воспеваем. Делаем это все для Кришны. Все. И тогда, гуру счастлив. Слава Прабхупадхи. Игорь Негода.